Приветствую. Громкий скандал вокруг развода певицы с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, не утихает до сих пор. Бывшие возлюбленные продолжают встречаться в суде, где Лолита Милявская уже одержала первую победу. Лолита настаивает на том, чтобы ее брак с Дмитрием был признан фиктивным. Певица уверена, что мужчина никогда не испытывал к ней нежных чувств, а лишь использовал ее ради собственной выгоды. Пока Иванов был с артисткой, он встречался с другой женщиной – бизнесвумен Ольгой Кулеевой. Спортсмен два года тайно виделся с любовницей за спиной супруги. При этом Иванов не стеснялся жить за счет Лолиты и тратить деньги жены на подарки для Ольги. Многие считают, что у Иванова была еще одна цель в отношениях со звездой – израильское гражданство, которое доступно для Лолиты благодаря еврейским корням. Оказалось, что похожим путем несколько лет назад тренер получил и российское гражданство. По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной. Этот союз позволил спортсмену в короткие сроки получить новый паспорт. От Лолиты такой факт из биографии Дмитрий предпочел скрыть. Кроме того, тренер отрицает и серьезность переписки с Кулиевой, которую рассекретила сама Милявская. Сообщение интимного характера певица обнаружила в компьютере супруга. Однако Иванов настаивает, что это был всего лишь невинный флирт. По его словам, отношения с Ольгой начали развиваться уже после расставания с Лолитой. Сейчас Дмитрий и Ольга официально являются парой. Возлюбленные решили начать жизнь с чистого листа. Иванов и Кулиева вместе проживают в съемных апартаментах в элитном районе Москвы. Спортсмен продолжает заниматься тренерской работой, в то время как Ольга развивает собственный косметологический бизнес. В браке с Лолитой Иванов прожил 9 лет. Проблемы в отношениях со звездой у Дмитрия начались после того, как он попал в секту, которая раскрыла его личностные качества с неожиданной стороны. Так Милявская поняла, что была влюблена в некий образ, но перед ней совершенно другой человек, с которым она не готова продолжать общение. Субтитры создавал DimaTorzok